всем привет дорогие друзья сегодня мы завершаем наше прохождение мор утопия за самозванку как и в принципе игру мор утопия у нас наступил 12 день этот день в котором самозванка совершает невозможное истинное чудо которое как я думаю не смог совершить ни один другой герой нам пришло друзья письмо от властей прощание властей называется клара мы хотим с тобой попрощаться прощай с тобой было интересней всех если захочешь поговорить с нами спускайся многогранник не перепутай грани а то попадешь не туда мы в самом низу серединке посчитай до пяти и увидишь нас под фонарем тут собрались твои друзья их целых девять они тоже хотят проститься с тобой ты говорила с ними не забудь их им страшно и они по тебе тоскуют ячмень и грибок иначе даже всех наших персонажей туда собрали ну и как вы помните у властей мы уже были причем раньше чем бакалавр и горуспик мы туда попали и на принципе уже такое все основное рассказали про то кем они являются зачем мы здесь про то что мы все здесь игрушки что для многих игроков как я знаю было печально услышать то что это все не настоящее якобы но сейчас посмотрим возможно не что-то нам еще расскажут интересненькое их старая добрая песочница давайте-ка с девочки начнем чего пришла то уходи мне страшно я тебя боюсь страшно тебе отчего это тебе страшно девочка как ты говоришь тебя зовут ой грибок а значит гробок ай не надо про гроб говорить страшно же гроб утром увезли и больше никогда не привезут никогда так значит вы вернулись похорон кстати скажи уж мне кто у вас умер дедушка наш милый дедушка умер твой дедушка не умер он просто переселился на тот свет не плачь значит дедушка то есть скорее всего это симон кайн то есть именно почему мир такой старый пожилой мудрый человек да потому что них умер дедушка наконец-таки мы узнали а то много было теорий то ли у них умер отец то ли мать то ли еще кто-то все-таки дедушка клара пришла привет клара ну что ты больше не самозванка что за странный вопрос ой-ой ты нас это не обидишь я так только спросил для интереса ну что вы маленькие за что вас то убогих обижать а хочешь мы тебе на вопросы на всякие ответим тут и предшественники очень любили нам всякие вопросы задавать а что мы не против замечательно ответим расскажем все смотри вот это вот у нас бойни камушками дырчатыми выложены а это вот представляешь многогранник а скажите мне лучше кто вам больше всех нравится мне мне знаешь вот этот вот старшина он большой такой мой любимый ну и горуспик тоже ничего мне в конце интересно всегда кто кого сборет а грибочки нравится лара вон та вон куколка а почему я тоже не понимаю любит и все да разве вы можете любить можем а ты конечно то есть видимо это все да спросили про любимых героев значит лара и старшина давайте последний раз друзья взглянем на вот эту вот песочницу этот многогранник который то ли из камня то ли стекла здесь все таки и песочный городок в котором мы все это время играли ну и давайте идем дальше опа на письмо пришло письмо создателей если найдете время приходите в театр предстоит не особенно важный но серьезный разговор заранее просим прощения за неудобную форму исполнители и это друзья у нас приглашение в театр я действительно смог в этот раз спасти всех приближенных и горуспика и бакалавра всех вылечил порошочков мне и панацеи хватило всего шесть человек поэтому нас пригласили в этот раз в театр и вот как я раньше говорил я не совсем правильно думал то что данные дети не является олицетворением разработчиков игры но на самом деле это не так как я уже убедился разработчиками игры являются все таки вот эти вот маски вот этот театр вот эта постановка то есть этот исполнитель и трагик они действительно являются разработчиками игры вначале не на как помните нам рассказывать правила игры потом иной раз они нас просто так встречают что-то интересное рассказывают постоянно намекают на то что данные события не не настоящие даже более не настоящие чем говорят вот власти то есть они говорят то что мы играем в какой-то песочнице мы лишь куклы а вот эти вот трагик и маска как разработчики они говорят еще больше то есть все это только пиксели и вот я неправильно считал то что все таки дети вот эти власти они олицетворяют разработчиков нет на самом деле нет я не знаю точно что они олицетворяют но я думаю что это не столь важно то есть как бы не важно даже на самом деле что главное их нет цели это сказать то что здесь тоже все не настоящее что мы лишь куклы многих игроков это очень расстроило как я знаю насколько читал форумы то что когда ты проходишь всю игру а потом тебе говорят то что это все не настоящее то что это лишь песочница а вы лишь в ней куклы это многих расстроило я думаю вот в этом их не цель была они как божество для этого мира а для меня это наверно больше как олицетворение самой игры кода игры или как-то так но это лично для меня а сейчас мы поговорим собственно с разработчиками этой игры я думаю вы больше убедитесь в том что именно они являются разработчиками в театре они нам расскажут я думаю очень много интересного все диалоги всегда с ними интересные можно подчерпу подчеркнуть больше об игре о том как она создавалась о том какие были идеи у разработчиков сейчас мы на все это посмотрим странно почему все люди исчезли а военные нет остались здесь убрали бы тогда всех что ли зачем было оставлять ну репутация кстати у меня падает что интересно в этот день если у вас маленькая репутация то тут передвигаться все равно будет сложно даже к лари на последний день за вами будут охотятся военные которые с одного выстрела убивают фактически поэтому позаботьтесь о том чтобы вас репутация была в этот день все равно в норме иначе придется вот так вот окольными путями проходить здесь какие нибудь вот даже если посмотреть на карте друзья сегодня то театр видите написано сердечник как сердце этого города не просто так же здесь все не просто тогда исполнитель спасибо что заглянули к нам проходите вас ждут не стоит благодарности что ж отличное представление вышло ребята так для начала наверно с исполнителем поговорим по старшинству так сказать настоящая игра идет сейчас между вами и нами это я должен сделать такое официальное предупреждение я прежних героев об этом предупреждал но они сразу начинали задавать свои вопросы скучные а зачем вы поставили меня в такую ситуацию что это был за финт с раздвоением личности это был финт похитрее раздвоение это был финт выбора собственной судьбы такой вот логика временной казус событийная лента мебиуса резервный запасной вариант и кажется он сработал клара главная героиня этой игры также как и песочная грязь также как и утопия но чего ради все это затеянно зачем был весь этот мор мы видите ли ставим своего рода эксперимент неизбежность тревожит и угнетает нас мы сами хотели узнать насколько порочна возможность до порочна возможность соорудить саркофаг для чуда или лучше не саркофаг пространство где всегда возможно его осуществление а почему самозванка да потому что самозванка такая уж у нее природа и до конца останется таковой то есть почти до конца ибо только у нее есть возможность осуществления чуда не упустить ее ага руспик и бакалавр они тогда зачем они не совершили чудес но каждый получил шанс совершить подвиг иного рода а заодно доказать или опровергнуть несколько скользких моментов бакалавр искушаемый разрушитель он мог совершить нравственный подвиг самый сильный и самый прямой для него был слишком велик сам блазместни и разрушения чтобы отказ от него не стал да почти чудом то есть это был самый простой вариант да пожалуй самое простое решение и самая эмоциональная замазка расчета три обмана один за другим постепенное разочарование озлобленность желание отомстить угнетателям предсказуемое упрямство и решение от противного но у него ведь есть шанс победить вас хотя бы зависит от того что он понял вы ведь уже разговаривали наверное насколько глубоко насколько глубокого просветления он достиг этот ученый джентльмен ну кажется он проник во внутренний покой и понял что он игрушка а все понятно тогда ему лучше было привести в собор кого-нибудь другого я ведь уже сказал его траектория задумана так чтобы отказаться от своего варианта ему будет непросто разве что по глупости но это мы в расчет не берем да а какого черта вы планируете заранее какое решение свободное какое нет из этой петли не выбраться пока вы тут это будет длиться бесконечно но это друзья разговор о том что да то есть мы не можем мы можем принять сторону других героев но когда мы играем допустим самозванкой мы не можем переубедить других героев встать на нашу сторону поэтому для бесконечно милой нам самозванки мы планировали изначально чистое разрушение вместе с нами конечно знаете всю эту философию да истина как освобождение эфемерности там всякие колесо перерождений да чушь я в это не верю приятно это слышать так как же мне быть мы предполагаем что из этого парадокса выход есть хотя это лишь гипотеза подсказка из всех трех только для вас почему хорошо скоро я отвечу на этот вопрос это был было бы нашей самой желанной целью нет не лгите да ну вы теперь друзья представляете да то что с нами сейчас как будто бы напрямую разговаривают разработчики мы спрашиваем такие вопросы на которые они в принципе не смогли допустим в игре ответить почему так почему это к не сделали так а что еще и все же я хочу подсказку если так обстоят дела с моим инвариантом то в чем мое отличие ну а ты что поняла голубая что голуба душа мне все давно ясно не известно что кроме вас и меня тут никого нет причем вы давно покинули это место со мной говорят лишь ваши убогие выжимки но почему же почему же мы ведь оставили за собой не константу а функцию не умничайте я таких слов не понимаю все еще самозванка такое мощное вживание в роль что ли это была шутка говорите с моим коллегой он это ваш инвариант не самозванки а именно ваш а я хочу узнать какое чудо могу совершить я вы же клянетесь что оно настоящее а сказать какое но берегись сейчас и вправду скажем да скажите ну мы сначала хотели обойтись разрушением а потом на скорую руку слепили другую концовку с чудом этим жертвенным а вообще-то положа руку на сердце и правда ничего не планировали просто додумать не успели времени не хватило вот это друзья о том что я вам рассказывал сам начале игры то что самозванка она недоделанный герой об этом сейчас вам прямо сказали разработчики игры то что они не успели досмыслить понять доделать концовку изначально клара должна была все разрушить но они решили сделать из этого жертвенную концовку и спасти наоборот всех вот и чудненько теперь помолчите я знаю куда я сейчас пойду а пойдем и сейчас к маске у нас другого выбора то нету ну что же вам уже все про нас известно раз уж вы забрались так далеко а теперь вы гораздо могущественнее нас а кем была клара рожденной могиле та что впервые подняла руки она действительно была задумана как болезнь как орудия закона но родилась-то она воровкой родившись она в тот же самый миг получила шанс стать совсем иной украв себе судьбу чудотворницы эта девочка в чине чумы пришла в этот мир а сестра она существовала на самом деле конечно нет одно существо пела двумя разными голосами вы же сами выдумали ее разве не помните этого момента ведь это было неправда ну полная же видела ее говорила с ней а сейчас вы говорите с нами или нет собственно кто сейчас с нами говорит ну я игрок тогда вас не должно удивлять что в определенные моменты вы видели перед собой клару не так ли когда то есть когда в роликах да мы видели ее перед собой стойте вот теперь важный момент кто она двойняшка вот это несуществующая коль скоро выдумала ее девочка чума чтобы спасти свою жизнь и отвертеться от обвинения значит она и есть святая и чудотворница тогда о каком выборе может идти речь от чего же нет сама звонка сама не зная кто она такая попала в нашу зеркальную ловушку даже дети ей игравшие удивились в общем казус вышел да что скрывать мы и сами не ждали такого так что возможно возможно как это разве вы не предусмотрели заранее все эти обстоятельства когда она впервые сотворила малое чудо мы и сами были потрясены мы не думали что такое получится не должно было бы ушам своим не верю а что нибудь еще расскажешь нет видимо на этом все ну мы друзья на самом деле узнали практически ответы на все вопросы которые вас тревожили все эти моменты давайте начали поговорим про то что самозванка изначально должна была стать орудием разрушения орудиям закона она изначально задумывалась как чума и здесь в принципе все понятно а потом почему-то разработчики решили все-таки переделать ну игра много раз переделывалась и получилось такой герой который вначале задумался как разрушение в конце как спаситель и она примерила на себя вот эту роль чудотворницы украла свою судьбу и поэтому ее назвали самозванкой в конце концов что касается нашей сестры то тут тоже все понятно изначально мы ее сами выдумали как вы помните действительно пересмотрите первые диалоги со самозванку клара прямо говорит что она ее выдумала причем несколько раз за всю игру сестры на самом деле нету и не было мы ее сами придумали чтобы отвертеться от наказания а а почему мы ее видим постоянно перед экраном даже разработчики нам не могут об этом сказать потому что они не знают в общем так получилось у них но отвертились тем что вы ведь если вы говорите со стороны игрока то вы ведь постоянно видите героев которых которые бегают по экрану и даже своих главных героев из третьего лица так сказать поэтому вас это не давно не должно удивлять а такс а ну да в принципе мы должны идти спать поэтому самозванка была лишь выдуманным героем но вы можете подумать поразмышлять еще об этом и зайти куда дальше чем я ладно остается принять решение в соборе у нас еще много дел много диалогов осталось и давайте поспим для начала наверное стоит перекусить у нас последний раз рыбкой так давайте еще немножечко чтобы до 19 больше видимо писем никаких нам не придет так Ну что, пускай меня. Проходи самозванка. Твоё решение ждут на собрании. Ферзи парализовали друг друга. Партия грозит разрешиться таргическим патом. Ты пешка, которая вышла в Ферзи. Заканчивай. Эндшпиль. Да знаю, зная, можно было не трудиться. Каждый раз разные фразы, вот, когда отвечаем мы героев. Так, ну что, собственно, Александр Блок. А кто у нас, Катерина, кстати, будет на троне-то, или мы? Так, понятно, Аглая. Тебе всё равно ничего не светит. Гаруспик. Ну и кто ещё? Бакалавр. И, собственно, мы. Хм, ух ты. Вот это да. То есть мы, мы там будем стоять? Эм, ну ладно. Допустим. Давайте тогда поочерёдно с каждым героем у нас, как всегда, начнём с бакалавра. Вид у тебя нездоровый. Постой. Прежде чем ты приблизишься к Блоку, выслушай меня. Говори. Ты ведь о своём плане, так? Да, признаю, у меня тут свои мотивы. Я бы и рад был не рушить город, мог даже и потрошителю поверить, хотя это, конечно, дикость. Но единственное, чего он хочет, это вывести Аглаю из-под своего пророчества. О чём ты говоришь, какое пророчество? Уклад требует, чтобы он убил её. Она его жертва. Без этого они не признают его старшиной и служителем. Он хочет обмануть их. И судьбу. И представить дело не иначе. Он хочет убить многогранник. Да разве он живой? Зачем ты так дело представляешь? Да, я люблю многогранник. Он живой, не менее живой, чем земля. И он заслуживает того, чтобы любить его. В нём тоже живёт коллективное тело. В нём тоже растворена божественная сущность. В нём тоже поселилась душа. Наконец. Весь этот город, как сросшиеся близнецы. Всё тут живое. Мне это и так понятно. Ты даже не представляешь. Так ты отдашь мне решение? А смысл? Ну-ка скажи и будь осторожен. От твоего ответа очень многое сейчас зависит. Смысл тот, что тогда победит любовь, да? Нет. Просто человечность. Любая, даже и не добрая, но живая. Здесь мы выигрываем у тебя, понимаешь? Хороший ответ, спасибо. Понятно. Человечность, значит, выиграет. То есть город для него разрушить и убить тысячу жителей, это так, фигня. А вот спасти многогранник, как коллективное тело, это у нас по-человечески оказывается, друзья. Что? Я хочу сказать тебе кое-что напоследок. Ну, хорошо, говори. Ой, что я там? Я ещё не определился с жертвой. Имей это в виду, хорошо? О чём это ты? Моя основная цель не разрушить многогранник, а исцелить город. И к чему ты ведёшь? В связи с этим рекомендую тебе обратить внимание на Донковского, который настроен город разрушить. Прикоснись к нему. Так я не чума, не убийца. Что ему моё прикосновение? Хорошо, не будем ссориться здесь. Ты отдашь мне решение? Ты знаешь, а я ведь всё это уже видела. Так в чём же отличие? Ничего же не изменилось. Если ты действительно так полагаешь, устранись. Дай решать мне. Если ты ничего не понимаешь, тогда наше с бакалавром решение заведомо лучше твоего. А моё решение, конечно же, лучше, чем решение бакалавра. Хм, отчего так? Чувства больше. Это потому, что у тебя подручных детки? Мне бы таких подручных порученных. То есть, вы решаете, у кого более человечный выбор, да? Я как понимаю. У этого дети, у этого тела. Ну круто, парни, круто. Удачи вам. Так, сейчас, наверное, Аглая. И с ней, наверное, куча будет диалогов связана. Времени остаётся совсем немного. Тебе нечего здесь делать самозвонка напрасно. Ты сюда пришла. Мы и без тебя замечательно разобрались. Ммм. А здесь дурно пахнет. Куда это я попала? Ты – орудие закона. Раз уж тебе выпало решать, имей, пожалуйста, это в виду. Не пытайся стать чем-то большим, чем ты есть. Это лучшее, что можно сделать в твоём положении. Но ты ведь хочешь, чтобы я при этом разрушила башню. А по-моему, в этом нет никакого резона, кроме того, чтобы это было угодно тебе. Что же, хочешь истребить весь город? И это после всех речей о любви, доброте и милосердии, которые ты произнесла? Согласно святой, такой поступок не к лицу. Но ты же отрицаешь во мне святость, не так ли? Твой упрёк несправедлив. Ладно, довольно пустой болтовни. Раз уж твое появление превратило этот совет в фарс, решай поскорее и покончим с этим. Ничего ценного тут сказано не будет. Что это, ты ревнуешь? Ну, на тебя же свет клином не сошёлся, правда? Понятно. Слушайте, как-то совсем мало диалогов. А, это опять по второму кругу у нас. Хм, ну ладно. Тогда мы поговорим сами собой, видимо. Мы здесь представляем хозяйку-то. Я думал, здесь будет Катерина, но так как она отказалась от своего права, поэтому... Не нужно жертвовать ни башней, ни городом. Можно сохранить всё. Хорошо, что ты нашла меня тут и подошла ко мне. Сейчас тебе предстоит совершить то таинство, ради которого мы с тобой... Да что там мы? Ты, самозванка, воровка, святая, песочная лихорадка, посланница закона и вестница, пришла в этот мир. Ты готова? Кто я, сестра? Именно сейчас это и определится. Только ты и можешь это определить. В этом и заключается таинство. Настоящее ты установишь и прошлое. Ещё несовершённым установишь и определишь то, что казалось сделанным и заблаговременно. Раньше бывало только наоборот. Кто ты? Я существую, сестра, но это временно. Пока что болезнь, это всё ещё ты, а преследуемая святая, я. Вот только меня пока нет. Я плод твоего воображения, итог твоей лжи. Но какой же чудесной сама по себе оказалась эта ложь. Воровство стало залогом возможности чуда. На самом деле, вот эта фраза, наверное, она самая главная в этой игре. Такой лицо у самозванки. Удивлённая. Ну, чтобы понять его, здесь явно нужно очень долго подумать. То, что на самом деле, вот эта сестра, которая постоянно бегала, она была святой, а мы всё время были болезнью. Всё это время. И то, что вот эту ложь, которую мы придумали про вторую сестру, она в конце концов стала залогом возможности создать новое чудо. Ну и что мне делать? Инквизитор враждует с полководцем. Гаруспик с Бакалавром. И наискосок. Все они поставили себе целью уничтожить то, что им ненавистно. Если хочешь совершить чудо, устрани угрозу для каждого органа города. Ты скушаешь меня? Хочешь, чтобы я убивала? Ты сама вольно выбирать себе судьбу. Сейчас ты решишь, кем ты была всё это время. Это с точки зрения закона «ты болезнь». Но ты же не признаёшь закон. Ты же воровка. Ты украдёшь для себя стеска чудотворца. И тем самым убежишь от закона. Победишь его, сотворив настоящее чудо. А ты? Что станет с тобой? А я заберу себе ту судьбу, которую ты отвергнешь. И тут же исчезну. Ибо мне не место на этой земле. Иди, сестра, выбирай. Немедли. Хорошо, я ещё вернусь к тебе. Да, всё странно получается у нас. В принципе, какого-то такого финала я и ожидал. Немножечко странного. Я скоро сломаюсь. Ну что же, приступаем. Спрошу тебя по форме, чтобы поскорее с этим покончить. Одно твоё слово, и всё случится. Итак, твоим решением точно руководил не расчёт, не корысть и не вынужденные обстоятельства, но лишь твоя совесть. Я получил приказ сравнять с землёй всё. Но если такой необходимости нет, я поверю тебе. Я вообще верю в тебя бесконечно. Спасибо, полководец. Так, пусть поселение... Ну, видимо, вот этот наш вариант. Не нужно ничего разрушать. Можно обойтись без стрельбы и сохранить этот мир таким, каким он есть. Хоть многие думают, что это невозможно. Хорошо. Ты действительно знаешь, как сохранить этот город? Да. Я восстанавливаю цепь мироздания. Я возвращаю этому городу Симона. Я замыкаю цепь. Я объявляю, что отныне только добрая воля, любовь и самоотверженность будут от раза к разу держать бытие этого маленького мира. Ты хочешь знать, как я это сделаю? Я провозглашаю, что решение принято. Совет завершён. Вот такое решение. Теперь всё разрешено. Ну и что же, что же там написали? Многогранник без этого поселения жить не будет. Он умрёт, если туда не будут приходить новые дети. Он погаснет, если тёмные люди перестанут считать его чудом, лазейкой, в иное пространство, фонарём на другой стороне реки. Пространство, которое существует теперь, единственное возможное для его существования. Пусть всё останется таким, как было. Ради этого можно смириться со смертью. Хм. Что-то интересное. Почему именно? А многогранники написали? Ну, видимо, друзья, на этом всё. Мы посмотрим последний финал. Продолжение следует... Так, ну всё, спим. Все шесть дней. Ой, шесть часов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, друзья. Видимо, на этом всё. Вот так вот с помощью самопожертвования мы спасли и город, и многогранник. Видели, там дети приносили различные фрукты, там еду и так далее. Как бы жертва обозначалась. Ну что ж, как, друзья, не печально. Наша игра закончилась. Это были три очень таких классных месяца, где мы провели, играя в Морутопию за разных героев, за разных персонажей. Я думаю, вы можете выбрать собственного любимого героя. За всех них мы прошли довольно подробно. Я старался объяснять всё, друзья. Проходить за каждого. Я думаю, вы поняли всё о том, о чём я говорил. Надеюсь, по крайней мере, на это. Я пытался объяснить выбор каждого героя с его стороны. Почему именно так он поступает? Почему не иначе? Ясное дело то, что Бакалавр, он был, в принципе, за новое, за чудо, за этот многогранник. Горуспик, он был за старое, он был за сохранение города, за старые идеалы. А самозванка вот такая, прямо вот так посередине. Кстати, странно, что она не посередине здесь лежит. Она была из-за сохранения города, из-за многогранника, потому что одно без другого существовать не может. И вот у неё это действительно можно было назвать чудом, в отличие от остальных героев. Действительно, совершила невозможное. Ну что ж, друзья. В принципе, на этом мы заканчиваем наше прохождение Морутопии. Я думаю, что для тех, кто ещё останется на канале после этого прохождения, в будущем, в принципе, планируется прохождение Тургора, который очень схож идейно с Морутопией. Тоже, кто не знал от создателей iSpeak Lodge. И я думаю, что мы его обязательно пройдём. Я пока что не могу сказать, когда точно это будет. Даже примерно сейчас не могу сказать. Это всё зависит от настроения. Вот захочу пройти, и вот пройду как-нибудь Тургор, потому что игра довольно такая непростая. Она гораздо сложнее тоже с мысловой нагрузкой. Больше там и геймплейно она намного сложнее, чем здесь. Я думаю, стоит пройти такую оригинальную игру. Я надеюсь, друзья, вам понравилось. Спасибо всем тем, кто смотрел все прохождения. Мы прошли замечательную игру, и надеюсь, что в будущем мы пройдём ещё больше таких замечательных игр. Мы все ждём очень ремейк от iSpeak Lodge. И я думаю, обязательно в него сыграем после выхода, и посмотрим вообще, насколько всё изменится, потому что будет переработано очень много. Фактически всё. Даже сюжет во многих местах его просто переработает. То есть он не будет таким же, как здесь. Его доработают, его досмыслят, во-первых, самозванку, потому что здесь, видите, наворотили всего-всего о самозванке, но конкретных ответов так дать и не смогли разработчики. Ну ладно, это на их совести, им не хватило времени, им не хватило опыта доделать самозванку. Поэтому как-то так и получилось. Сейчас вы можете зайти, друзья, в принципе, на нашу страничку ВКонтакте, нашу группу, и проголосовать за того персонажа, который вам понравился больше всего, за то прохождение, которое вам понравилось больше всего. А я думаю, мы увидимся с вами уже в следующих прохождениях. Оставайтесь на канале, я надеюсь, что я смогу вас порадовать ещё чем-нибудь таким вот интересным, потому что такие игры, как вы помнили, они очень редкие. Они просто раз в несколько лет такие выходят. Мы очень много всего узнали, мы много философствовали о многих вообще не только игровых проблемах, но и проблемах нашего мира просто поговорили. Я надеюсь, после этой игры вы немножечко по-другому взглянете на этот мир. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Стеслер. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok